Какой-то особый интерес к армяно-азербайджанским переговорам. Советники президента в Турции и США обсудили армяно-азербайджанскую повестку. Американский сопредседатель минской группы ОБСЕ с главой МИД Азербайджана обсудили мирный процесс. И вообще последнюю встречу главы МИД Армении и Азербайджана в Алма-Аты все стороны одобряют. В том числе Москва, Вашингтон, Брюссель. Вам понятно это? А Песков сегодня говорит, Россия и США враги. Вот и вам целая картина. Россия и США не друзья. Это точно. Враги в смысле того, что Россия не находится в состоянии войны с США и наоборот. Это тоже надо понимать. Но естественно идет столкновение, противостояние или как говорят в России гибридная война США и Объединенного Запада против России. Поэтому формально войны нет. Враги вряд ли, но не друзья это точно. Геополитические враги это точно. Дело в том, что любое прекращение враждебных действий, любое прекращение боевых действий, любое прекращение какого-то политического даже конфликта, это всегда положительно. Поэтому с этой точки зрения все стороны его одобряют и правильно делают. Но надо при этом также понимать, что возникает все равно вопрос, насколько справедливым является именно такая формула прекращения взаимной вражды. Потому что если она будет исторически несправедливой, то эта формула будет действовать очень-очень временно. Понимаете? То есть, соответственно, противоречие возникает. Теперь, почему США, значит, с Турцией об этом говорят? Ну, само собой понятно. Как я уже сказал, без Турции, значит, в этот вопрос просто не зайти никак. Турки стоят тут со всех сторон. Но надо также понимать, что Турция, Иран, Россия осознают, что несмотря на попытки США и Запада активно участвовать в политических процессах на Южном Кавказе, в Закавказье, силы Запада сейчас очень тонко размазаны по всему миру. И вот этого потенциала поддержки, на которую, возможно, рассчитывает Ереван, его просто может не хватить. Этого запада может не хватить, понимаете? И, естественно, Турция пытается в этой связи те или иные преимущества себе получить. То же самое только с других углов пытается, с других, так сказать, направлений пытается делать также Тегеран и Москва. Так что здесь процессы, на самом деле, гораздо более сложные. Что интересно, одновременно Олег поднимает вопрос об упразднении минской группы ОБСЕ. Ну, значит, в принципе, понятно. Если процесс сам по себе считается завершенным, мирный процесс, то, естественно, минская группа тоже не нужна. Ну, значит, решение в данном случае логично. Если данная минская группа занималась исключительно армяно-азербайджанским конфликтом. Была еще минская группа между Донбассом и Украиной. Ну, естественно, значит, она прекратила свое действие с началом боевых действий в 2022 году. Так что, в принципе, да, все логично. Если ее надо распустить, ну, значит, наверное, если есть другие механизмы, так сказать, коммуникации, общения после окончания и после подписания мирного соглашения, то, наверное, эти механизмы надо задействовать в минской группе в этом смысле устояло. Михаил, сегодня вице-премьер Армении заявил о разногласиях по энергетическим рынкам в Евразес. Скажите, отношения в Евразес и в ОДКБ насколько взаимосвязаны? Ну, политика всегда взаимосвязана с военно-политической... Простите, экономика всегда взаимосвязана с военно-политической сферой. Поэтому здесь какие-то, конечно же, будут, будет какое-то влияние. Но я, честно говоря, не совсем понимаю, вот, значит, о чем конкретно говорится, если речь где-то о противоречии. Потому что противоречий тут увидеть сложно именно с точки зрения экономики Армении. Что я имею в виду? Ну, смотрите, 85% природного газа поставляется в Армению, Россию. 85%. В Армении есть одна атомная электростанция, которая производит одну треть электричества для республики. Значит, 100% топлива для этой станции также поступает из России. Значит, я не совсем понимаю, о чем идет речь, когда говорится о каких-то противоречиях. Не противоречия, а Армения очень сильно зависит от поставок природных ресурсов, энергетических поставок из России. То есть, 85% и 100%, соответственно. Я еще добавлю, что и 90% пшеницы из России также в Армении поступает. То есть, говорить тут о, так сказать, каких-то противоречиях, я, честно говоря, не знаю, о чем даже речь. Потому что тут противоречий нет, тут есть просто зависимость. Ну, как есть. Возможно, ОДКБ перестанет существовать, но Евразия сработает, вы думаете? А, если Армения выйдет из ОДКБ, но остается в Евразия, если вы об этом спрашиваете, я думаю, такая формула может быть. И она почти неизбежна. Потому что Армения де-факто практически прекратила свою деятельность в ОДКБ. Именно в связи с тем, что политически началось такое отдаление Москвы и Еревана. Поэтому, если Армения останется в ОДКБ, то она будет, скорее, просто, ну, что-нибудь типа в статусе наблюдателя, так можно сказать. Но из Евразии, я просто не вижу, как Армения может из него выйти, понимаете? Это совершенно нереальная история. Нет, у Армении нет такого стремления, да. Ну, а его и быть не может, в свете тех фактов, которые мы с вами сложили. Так что, такая формула, возможно... А с ОДКБ, вы знаете, какая история. Это совсем другая плоскость отношений уже. Конечно, конечно. То есть, эта формула, выйти из ОДКБ, но остаться в Евразии, в Москве, конечно, может не понравиться. Но это уже, понимаете, не от одной Москвы зависит. Понятно. Иран хочет получить статус наблюдателя в Евразии. Это тоже интересная новость, видимо. Нет, Михаил? Это очень интересная новость. Особенно для Армении, я имею в виду. И также в свете той новости, что Турция заявила о том, что хотела бы вступить в БРИКС. То есть, как видим, значит, все сходится. И это, кстати, не такой плохой фактор, поскольку Турция и Иран традиционно далеко не были, так скажем, близкими друзьями, напротив, они всегда были конкурентами исторически, напротив, даже в течение тысячелетий практически истории. Поэтому то, что одна страна, Иран, хочет в Евразии каким-то образом, значит, вступить потенциально, и то, что Турция хочет вступить в БРИКС, это новость положительная, потому что позволяет перейти на новый уровень отношений, на новый уровень интеграции, прежде всего экономической интеграции между весьма крупными государствами региона. То есть, Турция и Иран – это однозначно самые крупные государства региона, не считая России. Да. Михаил, у меня два вопроса, которые так бы косвенно относятся к армянским событиям. Скажите, куда ведут грузинские события? Ну, это очень интересный вопрос. Грузинские события ведут, на самом деле, к ухудшению грузино-американских и грузинско-европейских отношений. Это однозначно совершенно. Хотя, надо понимать, что в Грузии по-прежнему антироссийские настроения достаточно сильны. Все-таки, надо понимать, что это Кавказ, и из-за событий 2008 года значительная часть грузинского населения, естественно, к России относятся достаточно негативно. И департношения по-прежнему не восстановлены. Но факт то, что Грузия поступает очень прагматично, поскольку она понимает, что, и мы уже это с вами, кстати, неоднократно в эфире проговаривали, что Америка далеко, а Россия вот она. И никуда она не переедет. Поэтому думать, что те, так сказать, правительства, те государства, которые считают, что можно испортить отношения с соседом ради какого-то спонсорства из-за океана, в результате начинают об этом потом жалеть и дорого за это платят. Грузия 2008 года один пример, Украина 2022 года и по сей день второй пример. Ссориться с соседями ни в коем случае нельзя. А что происходит вокруг президентских выборов в США? Ну, это, как всегда, сага о форсайтах, знаете ли, да. То есть, это, как всегда, драма, как всегда мыльный образ. Ну, если речь идет о... Скажите, Трамп дойдет до финишной точки, да? Или нет? Это Байден? Трамп, Трамп. А, Трамп, нет, ну, Трамп дойдет, конечно, он дойдет. Самый интересный вопрос в том, что когда будет 11 июля вынесение приговора, что сделает судья? Приговорит ли он его к тюремному сроку, это до 4 лет? Или приговорит ли он к домашнему аресту тоже может? Вот, чтобы Трамп не мог, значит, заниматься президентской кампанией, там, выступать на медик и так далее. Это будет очень интересный момент. Но, опять же, защита Трампа это может обжаловать. И в таких случаях часто приговоры не приводятся в исполнение, пока он не будет обжалован. То есть, иначе говоря, он может просто не быть отправленным в заключение, пока апелляция не будет рассмотрена. А это будет рассмотрено уже потом. Но, тем не менее, приговор ему точно будет. Может быть, просто штраф, я не знаю. Но этот судья настолько наступил против Трампа, что это почти наверняка будет что-то экстраординарно суровое. Настолько, насколько это возможно. Но вы поймите, что это только усилило шансы Трампа. Так что у Трампа шанс хороший. Основной интриг еще впереди. Основная интрига еще впереди. Основные интересные события еще впереди. У нас еще в июне будут дебаты Трампа и Байдена. У нас будет, как я уже сказал, один стойный приговор. Хантер Байден, сын президента Байдена, сейчас населся судебный процесс над ним по федеральным законам. У него еще второй процесс тоже в Калифорнии намечается против Хантера Байдена. То есть, там целый ряд интересных будет еще эпизодов. Будут еще вторые дебаты в сентябре. И будет самое главное решение Верховного суда США в конце июня, начале июля по поводу президентской неприкосновенности. То есть, может ли президент быть обвинен в каких-то преступлениях в бытность свою президента. За те вещи, которые он сделал, совершил, поступки, которые он совершил во время своего президентского срока, обладает ли он полным иммунитетом, полной неприкосновенностью. Это во многом решит судьбу судебных процессов, которые намечаются против Трампа, особенно на федеральном уровне.